Добрый день, уважаемые жители Республики. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация достаточно напряженная в Республике. За прошедшие сутки на лечение в стационары медицинских организаций Республики поступило 76 человек с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Из них 448 новых случаев, которые выявлены в этот день. В стационары города Якутска поступило 54 человека, 5 человек поступило в Горном районе, в Ленском, Мегино-Кангаласском, Нирюнгринском по 2 человека, в Мирнинское ЦРБ, Ваймеконское ЦРБ, Валекминское ЦРБ, Чурабчинское ЦРБ поступило по одному человеку. При этом, что касается детей, в стационары поступило 8 детей за текущие сутки. Из поступивших в больницы в стационары в тяжелом состоянии на сегодняшний день 59 пациентов. И в отделении реанимации врачи на сегодняшний день борются за жизнь крайне тяжелых 8 пациентов, а не на ИВЛ. К сожалению, эти пациенты были не вакцинированы. Всем заболевшим оказывается соответствующая медицинская помощь. Несмотря на то, что на сегодняшний день увеличилось количество вызовов и выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, она высока. И в большинстве случаев регистрируется легкое течение заболевания, и наши пациенты получают лечение на амбулаторном этапе. При этом, в первую очередь, конечно, это обусловлено тем, что многие из них вакцинированы. Соответственно, течение будет легкое, и мы это уже видим. Что касается самой вакцинации, то первым компонентом привито 548 497 человек. Это 76,5% взрослого населения. Что касается ревакцинации, то на сегодняшний день наши жители республики проходят ревакцинацию, и эта цифра на сегодняшний день достигает 107 691 человек. При этом это 62% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации. Уважаемые жители республики, напоминаю о том, что необходимо срочно вакцинироваться и ревакцинироваться, поскольку мы уже видим, что течение заболевания у тех лиц, которые получили вакцинацию и ревакцинацию, оно намного легче. Уважаемые жители республики, хочу сказать о том, что сегодня подписан указ главы республики Айсен Сергеевича. В данном указе говорится о том, что официальные спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Заполняемость зрительских залов в театрах, кинотеатрах, домах культуры сокращается до 50%. Посещение аттракционов, детских, игровых комнат, развлекательных центров школьниками и переведенными на дистанцию школьниками не допускается. Строг самоизоляции в случаях заболевания членов семьи СОРВИ и в случаях контакта с пациентами с коронавирусной инфекцией сокращается с 14 дней до 7 календарных дней. Уважаемые жители республики, призываем вас беречь себя и своих близких. Петр Васильевич, также попросим вас прокомментировать работу единого номера 122. Добрый день, уважаемые жители. Вчера была проведена масштабная техническая работа по подключению пяти лечебных учреждений. На сегодняшний день у нас фиксируются недозвоны до номера 122. Связано это с большим количеством вызовов. Меры по устранению вопросов проводятся в полном режиме и в течение трёх часов ситуация будет исправлена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...